Двигатель 08 бензиновый, 51 лошадиная сила. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 2012 года выпуска. Шумоизоляция. Начало от моторного отсека плюс панель. Что касается материала и его использования, делал немного нестандарт. От моторного отсека за панелью был проклеен гибропласт сильвер 3 мм. Поверх него, в двух ослое, был проклеен изолантейп 4 мм. Затем поверх этого бутерброда проклеил бетапласт 5 мм. Мойка двигателя. Установил повторители депо и заменил уплотнитель задней двери. Был оторван и часть торчала на улицу. Итак, к повторителям были куплены диоды. С виду белые, а светят желтым. Но теперь есть небольшой нюанс. Когда ставим лампочку диода вместо обычной, то работа повторителей будет выглядеть вот так. Посылка из Поднебесной. Не прошло и двух, а месяца, как пришла посылка, скорость доставки оставляет желать лучшего. Субтитры добавил DimaTorzok Шумоизоляция, продолжение двери. Плюс 360 литров пространства. Так как в следующем году буду устанавливать САП в багажник, то места там останется и без того мало. В связи с этим было принято решение докупить багажник на крышу. Подсветка под ноги пассажиров и дверей. Итак, начнем. Для данной процедуры мне понадобилось. Светодиодная лента, бухта 5 метров, влагозащищенная. Проводка к ней около 20 метров. Диоды 4 штук. Термоусадка разного диаметра. Клеммы. Стежки. Паяльник. Предохранитель 7 А от сигнализации. Скотч двусторонний, отвертка, пассатижи и прочая мелочь. Пластины были мне подарены безвозмездно, то и даром, от моего хорошего друга Серегамком. Эти пластины используются в рекламном агентстве. Передний ряд удостоен двойной подсветкой. Подумал, что одной полосы ленты будет мало, поэтому сделал сдвоенную по 15 светодиодов в полоске, итого 30 штук. Подсветка загорается там, где открыта дверь. И работает также плафон освещения салона. Делаем подсветку. Делаем Microwave Overn музыкальнее. Очень многое сделал со своей микроволновкой, и это еще не конец, но музыкой на этот год я не планировал заниматься, хотя для этого уже все подготовлено, но как можно было удержаться, когда у тебя дома стоят и пылятся в углу Hertz S165, купленные еще 3 месяца назад. Постепенно я начал процесс установки. На твиттерах были очень короткие провода, я не знаю куда и как их можно было с ними установить, но пришлось это все перепаять на провода подлиннее. Снял накладки на стойке и примерно разметил, как будут установлены твиттеры, сделал все как можно просто. Прежде чем все это дело клеить, я насверлил отверстие в дверной карте под 16 дин. Скажу сразу, это было муторно, но я это сделал. На просторах интернета нашел шаблон подиума под 16 динамик. Шаблон под программу Creel Brow из нее и был распечатан в масштабе 1, 1 и перенесен на фанеру 10 мм, где и был выпилен выжигателем. После все это дело прокрасил и склеил кольца с подиумом силикон плюс саморезы 20 мм по дереву. Отверстие для крепления подиумов к двери делал один в один по шаблону, все подходит и крепится без проблем. С установкой НЧ покончено, теперь переходим к размещению и установке кроссоверов. Их я решил закрепить за магнитофоном под центральной консолью. В продолжении о музыкальной MicroAvi Overn просто поделюсь радостью покупки нескольких приятных мелочей. Итак, начнем. Сабвуферный динамик Pairnir TSW260S4, автомобильный усилитель мощности Kinout KAC M845, MAK 404 набор для подключения 4Х-канального усилителя, для бортовой сети автомобилей с напряжением 12 Вт. С самого момента покупки меня дико раздражали эти накидки, что были в моей микроволновке. И вот, спустя почти год, я распрощался с этими ужасными накидками, что были на сидениях. Теперь представляю вашему вниманию новые чехлы от компании HIDAR RAZRN Israel, модель CRER. Приборная панель от SparkRoss Plus дефлекторы с хромированной окантовкой. Ранее был подготовлен коннектор для подключения, предварительно обжат опрессовщиком. Продолжение следует... Продолжение следует... Резина NWENG NS 2-165-50R15 Спортивная шина NS 2 Ultra Sport отличается малошумностью, плавностью хода и повышенной степенью безопасности при движении на больших скоростях по мокрой и влажной дороге. Две центральные разделенные широкие канавки обеспечивают стабильное удержание автомобиля на трассе при движении на высокой скорости, что приводит к заметному увеличению приемистости в управлении и маневренности. Диск Nitro UI 240-2-6-5х15-4х114-3-AT40-73-1-S. Так как центральное отверстие этих дисков 73-1, а на Matizy используется 69-1. По совету Николая были куплены центровочные кольца. Также были куплены колпачки на ниппеля в виде игральных костей. Летний вариант. И на всякий случай заказал два комплекта. Субтитры сделал DimaTorzok И вот настал долгожданный этап постройки домика для динамика. Ох уж и непросто это было сделать, но я это сделал, хоть и не с первого раза. На одном из этапов его пришлось разбирать и немного переделывать, так как спинка заднего сидения не защелкивалась. Делал сразу по месту, без всякого картона. Покрыли мне машину защитным покрытием Raptor Uple. Прежде чем делать это, читал много информации по этому покрытию, общался с людьми, которые это делают, смотрел видео и так далее. Но, как говорится, пока сам не попробуешь, не узнаешь. Ну так вот, решено, будем пробовать. Разбирал машину полностью, то и со снятием практически всех пластиковых деталей, в общем, как перед обычной покраской. Не снимал только наружные ручки дверей и пластиковые накладки дверей. Предварительно было открашено несколько образцов. Выбрал тот вариант, где шагрень получался мелкая. После покраса все детали поставил на место без проблем. Что касается расхода, то расход просто порадовал. На всю машину ушло 2,5 бутылки готовой смеси, то и 2,5 литра, при условии того, что машина была покрыта в два слоя. Итак, начал я искать, кто может сделать разварки у нас в городе. И, как оказалось, их сделать никто не может, могут сделать в соседнем городе. Кинул клич в сообщество наших соседей, чтоб кто-нибудь помог осуществить задуманное, и вот, буквально через несколько минут откликнулся Виталя, он приехал сам лично, с другом, на машине в наш город, ради того, чтоб забрать мои диски на переделку, за покупкой себе в автопарк еще одной машины, а именно BMW 525. Ну и по приезду отдал их волшебнику, который превращает обычные штамповки в развары. Кстати, волшебника этого звать Илья сделал все очень грамотно. При последующей балансировке на один из дисков грузики не пришлось использовать. На остальные диски грузики были от 5 до 15 грамм. Делались, кстати, развары на станке. То и, как я понял, срезалась кромка, вваривалась пластина и вновь обваривалась. Спортивный руль спарка с вылетом. Субтитрыadel fijnell, Субтитры сделал DimaTorzok